Всем привет, с вами Тед и сегодня мы начинаем наше приключение в Торч Лайт 3. Посмотрим, куда оно нас приведет и начнем мы, конечно же, с выбора персонажа. Конечно же, мне нравится наш снайпер и вообще мне нравится класс снайперов, поэтому, собственно, мы, скорее всего, за него, возможно, и начнем. Хотя, конечно, я бы не сказал, что вот этот великолепный наш механоид чем-то меня может расстраивать, но закатный маг точно смотрится не очень. Давайте выберем снайпера. Очень быстро его создаем и сразу впрыгаем на приключение. Назовем, конечно же, Тед, это, ну, обязательное условие прохождения. Вот, и выберем Тотем Кровопийцын, дает нам различные возможности восстанавливать жизни, сражается недобрыми монстрами. Поэтому, поехали, поехали. Мой любимый, любимый питомец лама. Белая альпака, это всегда залог успеха, я вам скажу. Поехали. Поехали смотреть, куда нас заведет это приключение. Прохождение Торч Лайт 3. Ты чего мешкаешь, салага? Гоблинский вождь отправил своего выкормыша болтуна в налет на форт-хост. Нравится, нравится мне эти местные лор. Болтуна отправили в налет на форт-хост. Кстати, надо не забывать. Ящики разбивать. Ах, нравится мне, как уровни идут. Я его весьма неплох. Что, здесь болтун у нас появится? Не, ну этого парня я бы точно гоблин-налетник. Выкормыш назвал бы, да, это ему подходит. Если сразу было смешно, ну точнее смешновато, то сейчас я верю нашему командиру, что выкормыша болтуна надо угомонить. Угомонить, угомонить надо просто. Так, а что, а лутик, лутик нам с него кто-нибудь попадется? Да, смотри, что-то упало. На этом, по идее, все. Так, что нам предлагают? Нам предлагают пистолет, либо сорочку лучника. Мы выберем, конечно, сорочку. То есть, я хочу как-то оставаться лучником, не хочу окунаться в приключения с пистолетом. О, слава и контракты. Вполне я здание, вы получите слабу. И слава на каждом уровне принесет особую награду. Откройте меню контракта. Давайте посмотрим. А, контракт. Много золота забрать. Спасибо. Короче, надо получать славу, и мы будем получать следующий бонус. Это понятно. Оденем наши новиночки. Это, наверное, выкинем. Хотя, может, мы потом продать, в принципе, будет. Вот, все. У нас стильный, стильный костюм. Мне, кстати, нравится, что в целом меняется вид вообще персонажа. Стильно смотрится теперь в новых этих нарядах. Наша лучница. Навыки обязательно прокачать. У нас есть выбор. Получается снайпер. Навыкки религии. И снайпер-снаряды. То есть, вот это, я понимаю, это снайпер, который будет иметь возможность призывать каких-то себе помощников, что-то делать, всякую ерунду. Но мы это не любим. Мы будем играть стабильником. Приучить питомцев, чтобы получить этот навык. Я понял. Здесь у нас все уже выбрано за нас. Ну, остается только, собственно, повкладывать в усиление нашей дальней атаки. Ну, вообще, в этот скилл, который бьет в разные стороны. Да. И выбрать реликвию. Тут нам, по идее, рекомендуют уже, что делать. Вы призываете клинок вертушку. Ну, мне больше нравится шанс вызвать кровотечение. Интересно, почему я не могу это ничего сделать. Потому что не хватает навыка, поэтому, в принципе, и не могу. Вот. Так что, кстати, мы все прокачали. И можем двигаться дальше. В общем, это удивляло, когда в прохождении РПГ-шек на первой локации народ просто пытается убить каждый, каждый ящик. Вот. Чтобы заработать какую-то вещь, усилить свою атаку на три, сразу же его снять. Это мне всегда нравилось. Но этим мы заниматься не будем. Мы идем дальше. Несить наших гоблинов. Наши гоблины тут устроили форт-пост. Они хотят призвать что-то, сделать какой-то шаманский ритуал. Я понимаю, нам придется им помешать. Так, мы получили квест. Что за квест мы получили? Какую кнопочку посмотреть квесты? Наверное, вот здесь контракт, а не навыки. Это не здесь. Идти в приют героев. Ну, поехали. В принципе. На кухню кнопку могут еще быть квесты. То есть что. И посмотрел сразу управление. Ой, ламы, не взорвись, пожалуйста. Слава богу, лама выжила. Так. У нас базовый боевой посох с ядом. Но он нам не очень нужен. Так, что у нас? Ну, здесь какая-то дикая драка начинается. И все напали на нашу альпаку. Которая критически им ударом развалила гоблины. Это круто. Так, мы получили алтарь мощи. И усилили нашу силу. Простите за татологию. Стоп гоблины теперь отлетаются буквально за удар. Как и крысёныши эти. Так, что-то у меня не получается попасть. Лучше сразу крыс убить. А, это альпака. Чем я по них стреляю? Ну, да ладно. И еще один алтарь, я понимаю. Усилили не нашел. А, броню. Ну, алтари, в общем, полезны на короткой дистанции. Нам нужно идти в вид героев. То есть, в принципе, нужно идти вот прям сюда и нужно идти. Вот. Здесь осмотримся немножко в локации. Усполняем гоблина, чтобы в следующую локацию прийти подготовленной. Возможно, с каким-то лутецким. Давайте посмотрим, что у нас есть. Новинка. Слушайте, ну, жужья, жужья сильная. Теперь прям как Лара Крофт. Можно идти наваливать. Жужья хорошие статы. Поэтому мы его, собственно, и взяли. Могильный плит. Мы окунули в него мяч. И, собственно, я понимаю, положите мечи павших солдат на могильные плиты. То есть, мы выполняем, в принципе, плит. Так, в эти штуки лучше не попадаться. Ёлст. Сейчас очень тяжело. У них нет переглядываться. Не сказать, что самое нативное и удобное управление. Вот. Кстати, вот эти фронтенштейны у нас, я бы сказал, могут дать сдачу, как я понял. Потому что придется их кайтить. Уже как гоблины они за два удара не ложатся. Смотрите, четыре пушки надо на одного фронтенштейна. Не успевают дойти, но ударить не успевают. На это даже пять понадобилось. Потому что все-таки разброс атаки у нас есть. Хорошо, но мини-кация, в принципе, показывается. Вот. Вот. Ана и атака у нас доступна, да. Даже с этим. Как я понимаю, атака это у нас как бы стрелами идет, да. То есть у нас герой достает лук и стреляет стрелами. Да. Так и есть. Ну и ладно. Так. Мне интересно посмотреть, что за иконка вот здесь у нас с сакиркой. А. Это можно дерево. Дерево сломать. Взять ресурсик, который нам когда-нибудь пригодится. Надеюсь, не в ближайшее время. Взять ресурсик, который мы взяли уровень. Что нам качать? Нет пассивного чего-нибудь в точности. Либо здесь. А. Все. Есть у нас. Вот пассивный навык. Пяти процентный шанс на то, чтобы вызвать кровотечение. Это супер. Вот. Здесь у нас два активных навыка. Призрачных гоблинов мне точно не надо. И свору древних крыс тоже не надо, да. Как я говорил, будем дальше вкачиваться сюда. А. Я понял. Я понял. Кровопидцы это отдельная ветка скиллов. То есть здесь мы отдельно. Вкачиваем. Когда мы сможем эту вещь вкачивать? С пятого уровня, как я понял. Да. Супер. То есть это отличный пассивный навык будет, который будет нам давать возможность сильнее бить с основной атакой. Ну. А пока будем, скорее всего, вкидывать возможность сюда. То есть просто, чтобы был какой-то АОЕ. А. Так. И нам уже выпадает. Ну. Тонный выстрел. Легендарный лук с первого забега. Со самого же. С первого сундука буквально. Вау. Легендарный лук. Прям со старта, ребят. Это топач. Посмотрите просто. Посмотрите на этот лук. Вот это топач просто. Легендарный лук. Жопка альпаки, в которую мы целимся. Класс. Не знаю. Мне уже нравится этот забег. Мне кажется, с легендарным луком мы сможем достаточно прилично пройти. Учитывая, что мы начали за два выстрела уже убивать франкенштейна. Правда, франкенштейны, которые здесь имеются зомби, умирают иногда и за три выстрела, как я понял. То есть за два, наверное, с критом. А вот с ружья они умирали, наверное, за ту же скорость, потому что ружье быстрее стреляло. Быстрее стреляло. Но у нас выпали, наконец, перчаточки. Перчатки нам повысят нашу стату. Я даже читать не буду, но я уверен, что они что-то повышают. И поэтому теперь мы будем убивать мобов еще быстрее. Надо ли стрелять с пушки? Вот этого никто не знает, конечно. Но я знаю, что это последняя плита, которую нам надо было нажать. И дальше надо исследовать привет героев на предмет валунов. Ну, конечно же, нет. Я думаю, надо будет дойти вот до сюда. Потому что тут я вижу какой-то зомби в Колизее у нас. Так, нет, все еще за два выстрела. Они сдохнут. Так, да. А, этот зомби, это, короче, легендарный моб. И он вместе с боссом. Это сложная будет битва. Ну, как сложная, естественно. Нам придется попотеть в любом случае. Главное не попадаться на его огненные атаки. Которые пока что удачно мимо нас пролетают. Как-то золотишко наворвали. И все, босс повержен. Это супер. А, кстати, легендарный моб не был повержен. Но вот мы его победили. О, легендарный нагрудник. Не, ну это супер. Это супер круто. Только начал и уже... И уже в легендарном нагруднике. Да, вообще прям топач. Это крутейший. You've had is back. Чик, чик, чик. Не, у меня все хорошо. Отменять не стоит. Сундук босса. Сундук босса выпало, ребята. Отброшитель сводов. Здоровяка. Вау, вау. Жалко. Мы, конечно, не воин. Ну да ладно. Так, инвентарь заканчивается. Мне бы как-то в домик, в город бегать было бы вообще неплохо. Ставка тревела нам. Что, кстати, у меня есть моя лама. Послать питомца продавать предметы в городе. Супер. То есть, это и есть такая опция, значит. Как мы их можем передать питомцу? Инвентарь питомца пуст. Положись к питомцу. На иксик. Нажимаем. То есть, мы просто все закидываем питомца. Легендарку чуть дольше надо закидывать. И... А, посылаем, когда он полностью наполнится. Ну, логично, логично. Это логично, в принципе. Так, что торгаш? Торгаш нам предлагает, в принципе, поменять ламу. Ну, мы остаемся с белой ламой. Просто нам не важно вообще, какая способность у нашего питомца. Нам важно, что это лама. Да, вот. Ну, какая ранец, какую стату дает, если это лама? Думаю, все со мной солидарны. Здесь у нас можно поролить предметы. Но так как золото сейчас пока кот наплакал, мы, в принципе, не паримся. Да и зачем? И так все хорошо идет. Не вижу пока смысла напрягаться по этому вопросу. То есть, этот торгаш нам предлагает поушины. Поушинов у нас все окей, тоже, в принципе. 12 есть. Он грибничок. Почему командир грибник? Никто, конечно, не знает. Ну, да ладно. Так, нам предлагают идти к колитистому утесу. И здесь мы, собственно, видим всю карту. Да, то есть, у нас есть наш форт, которого пока нету. Ну, это ладно. Вот. И тут листаем. Не странно. С кроллом листаем. Ну, вот. Что у нас? Ставка трейла. Все, пошли к колитистому утесу. Квести взяли. Можно бежать. Нужно бежать. Туда, конечно, не затпшить. Сейчас придется идти пешком. Что? Приключение ожидает быть. Видите, написано уровни 2-5. То есть, в целом, это все ок. Нам пока подходит. Мобы не восстанавливаются. И в этом плане, кстати, мне нравится эта игруха. Потому что много игр делают респаун мобов в локациях. Но если это Диабло, к примеру, там имеет смысл. Потому что там игра не совсем на прохождение. Смысл Диабло не в том, чтобы просто взять ее и пройти. Кстати, что это за место старое каменоломное. Мы зайдем, посмотрим. А в том, чтобы прокачивать персонажа, фармить лут и всякое такое. Здесь все-таки, ну, синглпэрная игра, которая играется, чтобы ее пройти. И прохождение было бы очень легким. Просто элементарно легким. Если бы можно было зайти в одну и ту же локацию, раз, два, три. Убить мобов. Выбить из них какие-то случайным образом лучшие шмотки, к примеру. И идти дальше. То есть, буквально один-два раза так сделав, вы можете попасть в такой момент, что просто дальше вы сильнее все игры на уровень и все. Здесь же этим достигается баланс. Что мне, в принципе, нравится. Так, все, это у нас телепорт активирован, как я понимаю. Это супер. Вот. То есть, баланс тем, что... Как решили, собственно, разработчики. То есть, сколько у нас должно быть по возможности опыта на определенный момент. Сколько мы и получим. Сколько они сюда насадили гоблинов. Они насадили, чтобы мы тут не могли взять за этих гоблинов, там, 20 уровень. Да. Идти в логово переворота. Ну, в дальнейшем... Не в дальнейшем, а в целом, конечно, линейная история, как я понимаю. Максимально. Вот. Тем не менее, как бы... Кто, кстати, не видел мой обзор, Я очень... Вот можете посмотреть там в этой предложечке. Должен выкрутиться. Ну, вообще горит, скорее всего, весь ролик. Мне игруха не зашла. Не зашла. Ну, как она не зашла? Знаете, вот я же играю, типа, играется приятненько в целом. Вот. Ну, на самом деле. Понимаете, мобы, вот те же мобы у нас, да? Сейчас это те же паучки. Паучки-боровички. Которые, ну... Как в любой RPG. Крысы, зомби и боровики. Да? Ну, пауки-боровики, естественно. Опа-на! Босс. Боссы... Боссы симпатичные. Боссы симпатичные. Так, придется попотеть, конечно. То лама вряд ли его затащит в одиночку. Мы со своим легендарным луком что-нибудь сделаем. Вот. Прошлые торчлайты намного были насыщенней на какие-то вещи, прокачки и всякое такое. То-то казуали ли на максимум? Вот. Ну, сегодня есть настрой на казуальность. И вот, ну, не все поняли мы этот прошлый обзор. Потому что я, типа, очень сильно ее, это... Как смешно в нем стрелы, кстати, торчат. Что я сильно много хейтил. Хейтил, да? Эту мру. Я хейтил, потому что эта игра сильно отличается от прошлых торчлайтов. И ее сильно заказывали ли. То есть их тоже нельзя было назвать хардкорными. Такие как Grimdawn, кстати, тоже можете посмотреть обзорчик вот у меня. Либо Pass of Exile, к примеру. Да, то есть там есть такие мега хардкорные, чисто RPG, это, как я называю, лута-собиралки. Так, шоколадный ретривер. Послать домой нам не нужен шоколадный ретривер. Вот. А это просто казуальнейшая штука, которая вечерком побегать, вот отдохнуть, если вам хочется. Она подходит. Ну, и для этого, собственно, я и делаю обзорчики, чтобы можно было посмотреть. То есть вам подходит такая игра или нет? И играть ее. И играть в эту игру. То есть вот на данный момент собрать грибы высокогорье. Я понял, я их не собрал. Поэтому пошел я собирать дальше грибы. Что-то я не то натворил. Вот. Ну, а здесь, собственно, у нас, да, уже прохождение этой игры. Прохождение будет в любом случае делиться на части. Поэтому все, кто смотрит, обязательно ставьте коммент. Оставляйте лайк, дизлайк. Чтобы было понятно, нравится вам эта игра или нет. Ну, и, собственно, на вашем фидбэке я буду знать, когда выпускать уже следующую часть прохождения. Так, что у нас здесь? У нас здесь парочка паучков осталось. Осталось еще возьмем хиндук. Так, хорошо. Почему мы не смогли собрать грибы? Да потому что я их просто не собрал. А их стоило здесь сразу собрать. Что-то я не дочитал этот квест. Все, идти. Поговорим с генералом. Мы с генералом сейчас поболтаем. Сейчас поболтаем. Только где телепорт? Телепорт чуть левее. Недалеко. Недалеко телепортик. В принципе, сейчас как раз мы с ним и заболтаемся с нашим генеральчиком. Теперь я догадался, почему наш генерал был грибником до этого. Сейчас это генерал Грей, но он назывался грибник. Потому что мы только что притащили ему грибов. То есть была основная задача притащить грибов. А, не, вот грибник. Он сюда сбежал просто. О, лиловые монстры. Да. Так, что мы возьмем? Бриджи или... Сапоги. То есть на данный момент у нас бриджи хороши, а вот сапоги, возможно, не очень. Давайте возьмем сапожки, возьмем квест. Возьмем нашу каменную фигурку. Потому что у нас хватает на данный момент всего. Да, отличные у нас сапожки. Передаем в ламу все. И поговорим с генералом, идем дальше. Исследовать лес. Вглубь, как я понимаю. Да, все, сюда мы идем. Все, лама еще у нас за 2 минуты все продастся. И мы продолжаем пока наше путешествие без ламы. Жаль, конечно, альпака у нас хороший друг. Прям приятнейший персонаж. Ну, дальше придется без альпаки сажаться с этими дымусными гоблинами. Они мне уже не кажутся какими-то вредоносными, потому что, ребята, легендарный лук. Легендарный лук это просто... О, немножко такой атмосферности. Приятно. Это было приятненько. Так, так, так. Я смотрю, здесь у нас наша цель находится. На вершине. Старый Оли. Так, так, так. Это какой-то типа рыцаря. Изначально. Пока он разваливается. Вообще нормально, нормально разваливается. Мне кажется, он будет сейчас побежден. Да, повержен. Повержен старой Оли. Пятый уровень. И мы выяснили, что появляются в этой игре у нас очки переброса. Позволяют забыть уровень навыка. И можно получить из свитков переброса. Я понял, да. То есть у нас могут... Кстати, Z это что? А, портал, я понял. Ну, короче, можно будет менять, менять наши навыки, если что. Ну, честно, зачем менять навыки здесь? Мне пока не очень понятно. Все очень-очень понятно. Урон от основной атаки плюс 10%. Мне нравится, нравится вообще вся вот эта тема. То есть, поэтому я сюда вкидываю два навыка на данный момент. И мы повышаем на 20% урона от основной атаки. Это прям мощный у нас, мощный будет стрелок. Кстати, вернулся. Вернулся к нам наш пэтик. Загрузим фановой. Пока что непонятно, куда нам идти дальше. Понятно только, что атака стала настолько жесткая, что она просто всех ваншотит. Это супер круто. И я чувствую, дальше мы будем идти пока что как по маслу в ближайшие уровни. Вот. А перейдя этот мост, собственно, ребята, мы должны будем обязательно дойти Наконец-то путей Тревейла. Вопрос, есть ли здесь портал или нет? You can't cast that here. Здесь пока портала. Вот и портал. Нет. Сморадник. Ааа, мы добрались, мы добрались, ребята, мы добрались до этого. Опасного Тивка, который вначале делал ритуалы Вуду. Слава богу, Альфака с нами. Она помогает, помогает. Не помогает то, что нас атака дальняя. И он постоянно призывает своих маленьких выкормышей, которые мешают нам попадать по нему. Еще какие-то двух соплей за нами пустил. Я думаю, все понимают, на что похожи эти сопельки. Нам приходится от них постоянно убегать, чтобы не попадаться, собственно. Уворачиваться от его и мечей, что весьма тоже у нас хорошо получается, я вам скажу. Да. Прямо пока все. По топчику прям выходит. И мне кажется, он повежен, повежен. Нет, все. Всем нужно всего лишь вернуться в город, но я надеюсь, как-то на сундук босса. Как-то я надеялся. Да, это все-таки был портал, я угадал. Вот. И что я вам скажу. Мы прошли. Прошли этот квест. Ребят, мы начали эту игру. Игра прикольная. Надеюсь, вам она понравилась. И смотрим следующую часть, которая выйдет, ну, в ближайшем будущем, основываясь на вашем фидбеке. Вот. А с вами был Тепп. Было приятно. До новых встреч.